Передо мной самый обыкновенный движок от импортных стиралов, которых сейчас очень-очень много. На вид они могут немножко отличаться, но суть одинаковая. Все это коллекторные двигатели переменного напряжения, которые часто используют на 220 вольт для каких-то своих целей, для каких-то поделок. И сейчас я покажу, как он будет работать от постоянного тока и как его подключить. Для этого я буду использовать сначала аккумулятор. Вот обыкновенный автоаккумулятор на 12 вольт. Но чтобы не было иллюзий, что нужно такой мощный аккумулятор для такого движка, также я взял вот такой маленький блок питания и буду здесь показывать. Тем более здесь будет видно, какое напряжение и какой ток потребляет. Даже здесь будет видно, какая мощность, потребляемая этим движком. Куда это использовать? Это уже каждого свое дело. Но я в конце скажу свои какие-то мнения, может они и неправильные. Но сначала давайте разберемся, как его подключить. У меня самый обыкновенный движок, у которого 7 выводов. Хотя бывает и 9 выводов и другое количество. Нас вот эти все оставшиеся выводы не интересуют. Главное для нас 4 вывода. Это обмотка якоря и обмотка статора. Я пометил их отдельно. Вот у меня черным. Это обмотка якоря, которая идет на щетки. И вот обмотка статора. Как правильно все это соединить? Смотря на схему, то можно понять, что соединение лучше сделать последовательно. Можно, конечно, запустить и при параллельном соединении. Но сразу скажу, КПД двигателя будет намного меньше при низких напряжениях. Давайте я подсоединю последовательно. Я беру вот наши 4 вывода. Любой из выводов одной обмотки соединяю с любым из выводов другой обмотки. Если соединить наоборот вот так, просто получится реверс. Двигатель начнется крутиться в обратную сторону. Поэтому даже вот это будет хорошо, кому нужно двигатель реверсивный. Просто менять одну из обмоток. Вот я соединил. У меня получилось теперь два конца. И я подсоединяю провода аккумулятора. Полярность можно ее соблюдать. Я покажу все это. Если я даже буду менять полярность, двигатель все равно будет вращаться в одну сторону. Он только начнет менять свое направление движения, если мы поменяем контакты одной из обмоток. Допустим, вот эту подключим сюда, а сюда будем подавать питание. Я подключил. Обмотки включены последовательно. И вот я подсоединяю. Наш двигатель вращается. Он вращается по часовой стрелке. Меняю полярность. Он также вращается по часовой стрелке. Поэтому смена полярности на это никак не влияет. Но вот сейчас я поменяю контакты обмоток. И сюда подам опять этот красный вывод. И вот он начал вращаться против часовой стрелки. Давайте теперь я подключу вот этот блок питания. И посмотрим реально, какой ток потребляет этот двигатель. Отключаю тещу и подключаю эти. Так, чтобы все это было в кадре, я выставлю сейчас напряжение. Ну, те же 12 вольт, которые идут с аккумулятора. И включаю. Вот наш двигатель запустился против часовой стрелки. Топ потребления 650 миллиампер. 12 вольт. Мощность потребления 8 ватт. Можно остановить не с первого раза, но попытаться остановить можно. Теперь давайте я добавлю напряжение. Даже по звуку слышно, как увеличились обороты двигателя. Но остановить я не могу, потому что жжет пальцы. Вот такая интересная схема подключения и работа этого двигателя от постоянного тока. Сейчас 18 вольт. Топ 640 миллиампер. 11 ватт потребляемая мощность. Ну, 11,5 ватт. Теперь, куда это все можно применить? Во-первых, напряжение, это мой блок питания, выдают на 17 вольт. Если ваши блоки питания выдают больше напряжения, вы можете подавать и 30, и 40, и 100 вольт. Все это зависит от вашего блока питания. Как видите, ток потребления не такой уж и большой, поэтому эти двигателя можно спокойно использовать для каких-то своих целей, каких-то поделок, может быть, каких-то станков, не мощных станков, но где нужны высокие обороты. Также, я не знаю, может быть, конечно, вы поправите. Допустим, это если использовать эти двигатели, переделывать велосипеды в электровелосипеды или какие-то там самокаты, может быть, туда. Двигатель не такой уж и тяжелый, ток потребления небольшой, поэтому можно попробовать все это подключать, допустим, вот таким аккумулятором, и я думаю, он будет нормально работать. Я, конечно, не испытывал, как это все будет на велосипеде, и как он будет тянуть, но опять же, все зависит от того, какое вы будете подавать, какое вы будете подавать напряжение на него. Если вы наберете Вольт 60, допустим, из аккумулятора 18650, то я думаю, это будет уже здесь на валу довольно хорошая мощность. Если у вас есть какие-то другие идеи по использованию этого движка, пишите ниже под видео. Мне это будет интересно, я думаю, многим так же.